МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Несладкая жизнь. Куда пропал сахар с полок магазинов? Это что за сумма? Откуда в коммунальных платежках появились космические цифры? Школа здоровья врач-невролог Помсов МБА провел для саровчан беседу о профилактике инсульта. Далее расскажем обо всем подробно. На вес золота цена на сахар растет с каждым днем, но горожане готовы скупать его по любой стоимости. Найти сахар в магазинах становится все сложнее. Специалисты называют образовавшийся дефицит искусственным и призывают граждан успокоиться. Когда сахар вновь появится на полках, какой будет цена на него и хватит ли запасов продукции на складах? В ситуации разбиралась наша съемочная группа. На полке магазина в Балыкове грустят несколько упаковок кускового сахара. Сахарный песок уже весь смели. По словам директора торговой точки, 100 килограммов сахара улетают за 8 часов. За последние дни спрос на продукт вырос более чем в 20 раз. Сахарный песок, конечно, сметают практически по любой цене и тем самым провоцируют ажиотаж и сумасшедший спрос, который, собственно говоря, не подкреплен конкретной потребностью людей. В магазине ждут новое поступление сахара уже на этой неделе. Но если не изменится потребительское поведение, цены продолжат расти, а полки опустошатся. Вспомните весну 2020-го. Тогда была похожая ситуация. Как только люди прекратили судорожно скупать продукты, цены и ассортимент стабилизировались. Идет некая разнарядка. Продукция отпускается в должном объеме, которого достаточно будет для ежедневного потребления, спокойного, без увеличения спроса, без ажиотажа. То, что нужно для жизни. Соответственно, как только мы с вами перестанем сметать товар с полок, у нас в течение небольшого времени цикл восстановится, и товары будут возвращаться на полки. По словам Татьяны Кондратьевой, на складах производителей достаточно продукции, чтобы закрыть спрос на нее. И все, что нужно сделать в сложившейся ситуации, успокоиться и перестать штурмовать магазины. Без товаров первой необходимости не останемся, а вот повлиять на их стоимость можем. Если ажиотаж на сахар не спадет, он повлечет за собой рост цен на конфеты, кондитерку, лимонады, выпечку и многие другие продукты, где он присутствует. Купите, да, пакетик сахара, но на сколько его хватает на месяц? Семье вполне хватает, если вы не едите его ложками. Да, я думаю, что выдохнуть. И цена должна пойти вниз. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Если вы столкнулись с тем, что в магазинах не хватает продуктов или их стоимость необоснованно завышена, вы можете сообщить об этом через форму обратной связи на сайте «Мой бизнес». Ее запустили в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина из-за возросшего количества обращений о ситуации с продуктами питания в магазинах. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Пока одни переживают из-за отсутствия сахара, другие думают, как оплатить космические цифры в коммунальных платежках. Саровчане получили перерасчет за потребленное в 2021 году тепло, и многие были неприятно удивлены. Суммы в квитанциях достигают 20 тысяч рублей. Откуда такие цифры и как избежать повторения ситуации в будущем? Ответы на эти вопросы депутаты искали на очередном заседании думских комитетов. Плюс 20 тысяч к платежке. Перерасчет за теплоснабжение в этом году поверка многих саровчан в шок. Кто-то получил дополнительные квитанции на тысячу полторы рублей, кто-то на три-пять тысяч, а кто-то на шестнадцать и даже на двадцать одну тысячу рублей. Доплаты за тепло неизбежны, объясняют в департаменте городского хозяйства. Таков механизм. Расчет общей суммы потребления делают на основании показателей предыдущего года. Так, например, 2021 год рассчитали, основываясь на показателе 2020-го. 20-го потребления, а на конец 2020-го года понятна общая сумма потребления. Дальше эта сумма делится на одну двенадцатую. И следующий год люди платят каждый месяц одну двенадцатую от 2020-го года. С учетом показаний приборов, которые были сняты на конец 2020-го года. То есть вот фактическое потребление платится в следующем году. Как пояснил Сергей Лобанов, 2021 год оказался ощутимо холоднее 2020-го. Отопительный период был увеличен на девять дней. Поэтому фактическое потребление тепла значительно превысило показатели 2020-го года. Эта разница и отразилась в дополнительных платежках. По сути, люди должны доплатить за использованное в 2021 году тепло. А вот вопрос, почему одни доплатят полторы тысячи, а другие все 20, нужно решать индивидуально. Где-то возможны ошибки в перерасчете, а где-то нужно пересмотреть подход к теплоснабжению дома. Определяются причины сейчас состояния и темы реприятия, которые необходимы будут для в дальнейшем снижения вот этой огромной дельты по перерасчету. На некоторых объектах, например, на улице Березовой, необходима реконструкция или даже полная замена теплоузла. В домах Назернова необходимо менять схему теплоснабжения. Все это работа не одного дня и требует в том числе и включения в нее жителей. Еще один вариант избежать перерасчетов – перейти на оплату по факту потребления месяц в месяц. Тогда цифры в платежках увеличатся в холодные месяцы. Зато летом в графе теплоснабжения будет стоять ноль. Пока же так или иначе, горожанам необходимо оплатить полученные квитанции. Если сумма неподъемна, можно воспользоваться рассрочкой. Достаточно обратиться в билинговую компанию, в офис билинговой компании, их несколько в городе, написать простейшее заявление, по-моему, одна подпись, дата и номер, адрес. И, соответственно, получить рассрочку. Вам распечатают новые квиточки, новые квитанции. И никаких вопросов оплачивать можно рассрочку. На 12 месяцев. Депутаты решили вновь вернуться к теме перерасчетов за отопление через месяц-полтора. Цель – найти решение, которое позволит избежать шокирующих цифр в платежках в следующем году. На заслуженный отдых с поста директора станции юных техников ушла Нина Николаевна Савкина. Новым руководителем образовательного учреждения назначен Алексей Александрович Моисеев. Образование высшее окончил Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева. Педагогический стаж – 18 лет. Алексей Александрович уже приступил к своим обязанностям. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Стартовал прием заявок на участие в 14-м международном детском творческом проекте Госкорпорации «Русатом» «Ньюклер Китс-2022». Принять участие в заочных отборах могут ребята в возрасте от 11 до 16 лет, включительно до 26 апреля. Результатом совместной работы детей и профессиональных режиссеров проекта станет постановка музыкального спектакля, премьеры которого ежегодно проходят на театральных площадках крупных городов в нашей стране и за ее пределами. Условия участия в проекте «Ньюклер Китс» и подачи заявки можно найти на официальном сайте проекта newkids.ru. Сова из Хогвартса все-таки добралась до нашего города. Погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера можно в Куанториуме. Там юных саровчан ждут на бесплатные инженерные каникулы. На протяжении четырех дней, с 28 по 31 марта, пройдут творческие технические мастер-классы от наставников-волшебников. На каникулах ребята смогут познакомиться с языком бетон, найти философский камень, научиться использовать приложение Вервин, создавать свой видеотур и распределяющую шляпу с помощью сервиса Scratch. Записаться можно в сервисе «Навигатор» как на один день, так и на все четыре. Факторы риска, приводящие к появлению инсульта, особенности его диагностики медикаментозного и немедикаментозного лечения. Об этом и многом другом в рамках проекта «Школа здоровья» саровчанам рассказала врач-невролог, заведующая приемно-консультативным отделением КБ номер 2 ФМБА России Елена Ким. С августа 2020 года ПОМЦ ФМБА России координирует деятельность подведомственных медицинских организаций в ПФО. Так, Приволжский окружной медицинский центр оказывает КБ номер 50 экспертную помощь, предоставляет методическую поддержку и содействует маршрутизации пациентов. Кроме того, по приглашению КБ номер 50 нижегородские врачи проводят для саровчан школы здоровья, на которых рассказывают о профилактике различных заболеваний. Очередное занятие было посвящено инсульту. Я постаралась уделить большее внимание первичной профилактике инсульта. То есть наша задача, чтобы у пациентов его не было. И, как я уже говорила, что первичная профилактика инсульта – это его предотвращение. И основные факторы риска развития инсульта – это артериальная гипертония, это сахарный диабет, это излишний вес. Благодаря современным технологиям и выстроенной в России системе оказания медицинской помощи больным с подозрением на инсульт, смертность от него снизилась более чем в 10 раз. Вместе с тем, все еще велик риск рецидива острого нарушения мозгового кровообращения. Вторичная профилактика уже не может быть без медикаментов. И тут особое значение уделяется, опять же, коррекции артериального давления, липидного обмена, уровня глюкозы крови. Но и факторы, которые мы можем модифицировать – это двигательная активность, это диета. Профилактика инсульта – это не первое занятие в рамках школы здоровья. Ранее с саровскими пациентами встречались кардиологи Помц. После каждой лекции слушатели всегда могут задать приглашенному специалисту свои вопросы. Почаще приглашайте из Нижнего, там очень сильный персонал. Я жалею, что до этого еще была какая-то лекция, по-моему, по суставам, и я вот не присутствовала на ней. Помимо лекции в рамках школы здоровья клиническая больница номер 2 Помц активно сотрудничает с КБ номер 50. Сложных пациентов из Сарова в Нижегородское учреждение госпитализируют в свой стационар. Кроме того, специалисты из областного центра постоянно находятся на связи с коллегами из нашего города, оказывают как очные консультации, так и работают в рамках телемедицинских проектов. Следить за графиком встреч школы здоровья можно на сайте клинической больницы номер 50. Посмотреть мультфильмы и выбрать лучшие из них в очередной раз городская художественная галерея принимает участие в акции «Открытая премьера», которая проходит в рамках Суздальского фестиваля анимационного кино. С 16 по 19 марта зрителям покажут 49 новейших российских короткометражных анимационных фильмов. После можно будет проголосовать за понравившиеся. Подробности далее. Увидеть первыми и выбрать лучших главные российские анимационные премьеры покажут в городской художественной галерее с 16 по 19 марта. Всего 49 мультфильмов. Наряду с новыми сериями известных проектов «Простоквашина», «Зебра в клеточку», «Приключения Пети и Волка» свои работы представят и начинающие аниматоры. И у всех равные шансы получить приз зрительских симпатий. В каждой номинации, в каждом возрастном цензе будет выбран зрительским голосованием лучший фильм. Мы буквально в режиме онлайн отправляем эти данные каждый день организаторам. И 20 марта в Суздале будет вручен приз зрительской симпатии, который выбирает вся страна и мы в том числе. Мультфильмы ежегодно показывают почти на 700 площадках в десятках регионах страны в рамках акции «Открытая премьера» Суздальского фестиваля анимационного кино. Картины разделены по возрастным категориям. Самых маленьких ждут сборники 0+, и 6+. Авторские анимационные фильмы 12+, рассчитаны на ребят постарше и порой несут скорее философский, чем развлекательный характер. Вход на фестивальные кинопоказы, бесплатное и групповое посещение по обязательной предварительной заявке. Девочки соревнуются, мальчики оценивают. Традиционно в марте в бассейне «Дельфин» проходят соревнования по плаванию. Участвуют в них только представительницы прекрасного пола. А вот в жюри мальчики-спортсмены, которые специально к турниру проходят обучение и получают удостоверение судей. В городских соревнованиях по плаванию Лидия Булыгина проплыла все дистанции. Для девушки это отличная возможность поддерживать спортивную форму и соревновательный дух. Ведь скоро Лидии предстоит серьезная борьба на первенстве России. Спортсменка выступит в составе сборной Нижегородской области. На соревнованиях в бассейне «Дельфин» Лидия также показала высокие результаты и стала победителем в своей возрастной категории. 50 брос немножко плохо для себя и 50 спина, а остальные я улучшила. В феврале в «Дельфине» прошел мужской праздничный заплыв. В марте участниками городского соревнования по плаванию выступили девочки, а в качестве организаторов и судей – мальчики. Для этого молодые люди проходили предварительное обучение и получили удостоверение судей. В программе соревнований у нас были дистанция 50 метров вольный стиль, 50 метров бутерфляй, 50 способ брас и последняя дистанция 50 метров брас. Дети показали очень хорошие результаты, показали свои умения на то, как бы сказать, чему они учились на протяжении учебного года, чему они допились. Проплыли по своим разрядам достойно. Самой юной участницей соревнований стала шестилетняя Мирослава Опенова. Она начала заниматься плаванием только летом прошлого года и уже получила третий юношеский разряд. Для Мирославы это ее вторые соревнования. И юную спортсменку также отметили специальным подарком. 50 метров кролем и 50 метров на спине. Одна девочка, с которой я плыла, ей исполнится 8. Ближайшие выездные соревнования у воспитанников бассейна «Дельфин». Чемпионат и первенство Нижегородской области по плаванию. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова